Только что пролетело. Видимо, Украина теперь решила в Белгороде повторять опыт Донецка, да? Друзья, всем привет! Подводим итоги вчерашнего дня. Хронику событий. Украина нанесла самый массированный ракетно-дронный удар по Крыму. Так воют российские пропагандисты. Куда попали? Какой результат? Почему они кричат о расширении географии? И как под Челябинском на военном аэродроме горел Су-134? Сейчас обо всем об этом подробно. Подпишитесь на канал. Нажмите лайк, палец вверх. Обязательно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно. Делитесь этим видео, ну и комментируйте то, что я сейчас расскажу. Итак, вчера Украина нанесла такую широкую серию ударов. И это очень хорошо. Во-первых, в ночь на вчера в Челябинске на военном аэродроме горел Су-34. Там базируется смешанная 21-я авиадивизия Воздушно-космических сил России. Это МиГ-31 и Су-34 на вооружении. Дивизия была создана совсем недавно. В 2018 году. Для прикрытия как бы южных рубежей. Ну, как вы видите, пока прикрыть только получается с собой. Вот видео, как горит Су-34. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и есть уже подтверждение того, что, собственно, самолет сгорел полностью. Друзья, еще раз, это все Челябинск. Посмотрите на карту и оцените, как далеко и глубоко Украина может проводить диверсионные действия. Браво! Дальше. Крым. В Крыму летело, взрывалось, было очень-очень вчера весело. Причем в разных местах. Это район Красной Горки под Евпаторией. Это Юхарина-Балка под Севастополем. То есть это широкая география. Посмотрите видео, снятое местными жителями. Только что пролетела ракета. Рядом ПВО не отработало. Одну цель сбили сверху. Вон она. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район пятого километра, наверное. Капец. Посмотрите еще. За***. Короче. Пиздец. Вот там вот. Ну как вы видите, летело и как они говорят, прилетело. Тут очень смешно. Значит, Минобороны и Шойгу заявляли, что все сбили. Было 10 ракет. Все сбили. Ну, конечно. Только местные жители говорят по-другому. Но тут даже еще посмешил Толик Шарий. Петушарий заявил, что тоже все ракеты сбиты. Россия, мол, все сбила. А через 15 минут выложил видео прилета. Как же нас все сбило. Теперь вопрос. А куда же, собственно говоря, прилетело? А тут есть информация от наших партизанов группы АТЭШ. Которая говорит, что они долгие недели выслеживали одну из радиолокационных систем российских. То есть, это системы ПВО, которые перемещались. В конце концов, они заехали в одну воинскую часть, в которую правильно и прилетело. Так что, это хорошая новость. Будем надеяться, что есть серьезный результат. Московские, там, российские телеграм-каналы, некоторые пишут о гибели 23 российских военных, включая высокопоставленных офицеров. Ну, будем ждать подтверждений. Но, очевидно, все-таки куда-то прилетело. Ну, и Белгород. Да, Белгородщина. Белгородская народная республика. Там тоже весело. Тоже прилетело вечером. Посмотрите видео, как похоже это прилетело российское ЖПВО. Посмотрите. ПОСМОТРИТЕ В общем, и там, друзья, весело. Российская пропаганда на всю эту тему истерит. Вот Мардан пишет, что Украина расширяет географию. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, а другие там клоуны сидят и обсуждают, значит, что расширяют географию. Да, и что вообще все это как Донецк. Мол, типа как Донецк. И Украина из Белгорода делает Донецк. Ну, типа как бомбит его. Домбили Бомбас. Теперь, значит, Белгород. Послушайте. Видимо, Украина теперь решила в Белгороде повторять опыт Донецка, да? То есть вот это ежедневные бомбардировки в расчете на панику, в расчете на ужас и так далее, да? Ну, я думаю, что тут чуть-чуть глобальная история, потому что вчерашний день показал, что широта и география террористических ударов Украины достаточно большая. И самая массовая сначала специальная военная операция атака ракетная и троновая на Крым. Это, к сожалению, опять удары по Донецку-Горловке и, понятно, это Белгородская область. В комплексе, на мой взгляд, происходит то, что мы неоднократно, собственно говоря, на экспертном уровне говорили. То есть на сегодняшний день, понимая, что на линии боевого соприкосновения никаких результатов достичь Украины возможности нет, они переходят исключительно к террористическим методам введения войны. И тут же другая российская пропаганда рассказывает о том, что правильно. Они же просто прикрываются жилыми кварталами и людьми, как живым щитом. Они сами рассказывают, как они ставят артиллерию впритык к жилым домам прямо в жилых кварталах Донецка. И вот сейчас вы послушаете, как они говорят, пожалуйста, вы не могли бы на своих САУ отъезжать хотя бы 200 метров от дома? Потом говорят, стреляют по Донецку. Послушайте. Все-таки, чтобы контрбатарейная борьба, ну, так или иначе, велась чуть в стороне, просят местные жители от жилой застройки. Потому что нередко, к сожалению, я это с болью говорю, но просто на это надо обращать внимание, в горячке боя, как я понимаю, увлекаются, тоже в том числе и перемещающиеся наши артиллеристы, и слишком близко подходят к жилым домам. Система контрбатарейной борьбы со стороны Украины, работают очень хорошо, то они дальше, так сказать, с минимальным КВО, то есть вероятность на отклонение, так сказать, кладут снаряды по месту нахождения, даже когда уже САУ ушла, то есть самоходная артиллерийская установка. Поэтому тут просто я призываю артиллеристов от лица местных жителей Кубышевского и Киевского района обращать все-таки внимание на удаление фасадов как минимум метров на 200-300 по возможности. Это уже касается дивизионов и конкретно работы командиров этих дивизионов. Ну и то же самое они делают и в Крыму, и в Белгороде. Собственно говоря, тактика живой щит, это главная тактика Путина была, есть. Похоже, и будет, пока будет существовать это террористическое государство. Империя, зомби империя. Друзья, вот такие новости, но мы с вами держим строй. Помогите мне поделиться этим видео. Лайк, шер, комментарий, подписка, колокольчик. Друзья, не забудьте.